Какие болезни опасны? Что все-таки смертность от новой болезни, особенно в начальной ее стадии, как только узнаем ее, вызывает очень много волнений и вопросов. И понятно, в отношении ВИЧ-инфекции диагностировались люди в поздних стадиях болезни, когда им жить оставалось, может быть, 2-3 года только, и потом, к сожалению, умирали. И смертность от новой коронавирусной болезни тоже уже дискутировалась о том, что в зависимости от того, насколько мы много знаний имеем, насколько диагностируем бессимптомные случаи или идем определенные группы рисков, возрастные группы и так далее, там будет быть существенное изменение. Теперь, как быстро распространяется этот так называемый эффективити рейд? Или уже ясно, что если один человек заражает 2 и более, то болезнь широко распространяется. И тоже мы видим и в плане ВИЧ-инфекции, где ограниченные пути передачи, в основном только половой путь и употребление наркотиков, и как быстро она распространилась в мире. А что тогда говорит об инфекции, которая распространяется воздушно-капельным путем? Ну и, конечно, тут этот эффективити рейд меняется в зависимости от предпринятых мер, в зависимости от того, какая страна и тому подобное. Далее, все-таки, чтобы победить какую-то болезнь, сначала мы должны понимать ее, должны ее диагностировать. И тут, конечно, очень большой прогресс был сделан в начальных стадиях даже ВИЧ-инфекции, уже не говоря о COVID-19, когда довольно быстро были созданы и диагностические методы, и мы знаем, как быстро идет и какая большая консолидация научного мира в создании вакцины. Но все-таки еще до окончательного решения этих проблем придется много сделать. Точно так же, как и возникали в начальных стадиях, скажем, ответа на ВИЧ, возникали типичные вопросы насчет, насколько надежна диагностика, насчет фальш-позитивов, фальш-негативов и тому подобное. Ну и, кстати, сейчас очень много каверзных вопросов еще остается в решении диагностики COVID-19, когда мы прекрасно понимаем, что в начальных стадиях лучше работают ПГР-методы, в поздних стадиях уже антительные методы и очень много неясностей, когда то позитивные результаты, то потом негативные и тому подобное. И зачастую возникают, может быть, даже ненужные дебаты насчет того, какие методы диагностики и когда применять. Следующее, все-таки возвращаясь к тому, что зачастую пока люди, пока очередной человек, скажем так, не может сопоставить с ним в начальной стадии ВИЧ-инфекции, а теперь лицо известного ему или родственника, или соседа, или другого человека с лицом больного ковидом, зачастую кажется, что эта проблема просто не существует. Ведь в начале, во всяком случае Европы, мы думали, что ВИЧ-инфекция – это только проблема, может быть, геев Америки, или, скажем, проблема в Африке, пока не пришло, скажем, в наши общины. То же самое по отношению к ковиду. Ведь вначале все думали, что, может быть, это только проблема в Китае. Но Китай далеко, до нас не дойдет. Когда уже перешел вирус в Италию, то тогда уже был как бы последний звонок, что все-таки вирус рядом и может быстро прийти в наши страны. Соответственно, и реакция медиа более преподносилась как ажиотаж, как сенсация, и угрожающие какие-то, устрашающие новости были как с ВИЧ-инфекцией, так и в последние годы, скажем, с ковидом. Мне помнится, как в начале каждый новый случай ВИЧ-инфекции преподосился как особенная новость в наших медиах, пока дошли до того, что стали сами журналисты предлагать, что, может быть, хватит давать только месячные сводки, а потом уже перешли даже к квартальным и так далее. Точно так же с ковидом, во всяком случае, в Литве каждый новый случай первые месяцы даже, не то что одну неделю, а один месяц, объявлялся нашим даже министром здравоохранения через ежедневные пресс-конференции. Но очень важно, как подать новость, какую новость, что мы хотим сказать обществу. И тут, к сожалению, опять могу перевести параллели стигмы. Ведь ВИЧ-инфекции сначала как бы люди обвиняли, скажем, тех людей, у кого было, как принято было говорить, типа беспорядочные половые отношения, или, скажем, гомосексуальные отношения, употребления наркотиков и так далее. Мол, сами виноваты. С другой стороны, в начальной стадии было нечто похожее и в плане ковида, что, мол, богатые люди ехали в Италию, в лыжные курорты, когда уже было ясно, что болезнь распространяется, и сами виноваты, привезли вирус, скажем, в страну. Мы помним, что долгое время были разные очень сильные дискуссии насчет ВИЧ-сертификатов, когда, скажем, ВИЧ-инфицированным людям был запрещен въезд в довольно много стран, потом все это менялось. Но отчасти то же самое теперь идет, и дискуссия насчет ковид-паспортов и тому подобное. С другой стороны, конечно, ВИЧ — это болезнь, которая, во всяком случае, пока нет другого лечения как бы на всю жизнь. А ковид, все-таки понятно, что довольно быстро она может закончиться одним или другим выходом. Таким образом, выздоровел, пожалуйста. Тогда как бы не представил бы никакой угрозы и мог бы ехать с другой стороны в другую. Так что очень важно, чтобы эти информационные сообщения, и мы видим, что понемножку менялись, от таких устрашающих к более, ну, скажем так, продуктивным объяснениям, кому, как и что надо бы делать. И тут, конечно, было много разных конфузий, недоразумений. Например, если говорить о ВИЧ-инфекции, довольно долго были дискуссии, о насколько эти презервативы защищают, ведь вирус маленький, он может пройти через мембраны презерватива. С другой стороны, мне думается, тоже был казус, когда что такое безопасный, что такое безопаснее секс. И, на мой взгляд, это была как бы ошибка тоже ВОЗа, когда сразу говорили о сейф-секс, потом сейфе-секс. Но на самом деле мы говорим о защищенном сексе, о протектик-секс. Но не обязательно он будет, как говорится, полностью безопасный. Точно так же я вижу параллель и дискуссии насчёт масок, насколько они защищают от ковида. Ведь вначале тоже было преподнесено, что эти маски не нужны, надо, чтобы их одевали только ковид-инфицированные люди и так далее. Но это вынесло некоторую смуту тоже в мышлении людей с одной стороны. С другой стороны, когда неясный месседж, неясное сообщение или когда мы её меняем и не объясняем, почему, теряем тоже доверие людей к медицине, к средствам массовой информации, тем более к политикам. Ну и тут, конечно, затрагивается очень много социальных аспектов. Ведь на самом деле, что внесла ВИЧ-инфекция? Мы стали говорить о тех вещах, о таком поведении, который был табу. Особенно в бывших советских странах мы же прекрасно помним чуть ли не как анекдот, что у нас не было ни секса, ни наркотиков и тому подобное. С другой стороны, понятно, что и не было тогда и опыта контактов, не то что даже работы с так называемыми уязвимыми группами людей. Также новая была политика, точнее даже можно было бы сказать, философия снижения вреда. Ведь до ВИЧ-инфекции мы очень мало или вообще не обращали особого внимания на конфиденциальность и анонимность в медицине. Скажем, те же самые болезни, передаваемые мы половым путём. Регистрация зачастую шла, скажем, даже в органы компартии, имена и тому подобное. Теперь, конечно, мы имеем совсем другой мир после ВИЧ-инфекции, особенно в этом плане. С другой стороны, ковид то же самое заставил как бы одуматься, что в современном мире болезни распространяются очень быстро. И если мы дадим шанс инфекциям распространиться, они и будут распространяться. Возвращаться забытые как бы инфекции, появляться новые. Вспомним, та же самая ВИЧ-инфекция новая, новая болезнь, тот же самый ковид-19, то же самое. Ну и тут, конечно, нужны коллективные действия. Даже в плане болезней, передающихся половым путём или через наркотики, не хватает одного человека желаний, или чтобы он только менял поведение. А с ковидом понятно, что тут надо, чтобы менялось мышление и поведение большой группы людей. Где наиболее эффективная стратегия тестирования? То есть надо идти туда, где наиболее вероятная возможность распространения инфекции. Ну, например, нет смысла, скажем, искать ВИЧ-инфекцию или тот же ковид, скажем, у кабанов в лесу и тому подобное. Но если вернуться к ВИЧ-инфекции, ведь надо было достичь те целевые группы, как показано в этом слайде, сначала тех, кто рисковали наиболее всего, идти к нестабильным группам и так далее. А в плане ковид-инфекции, в принципе, то же самое. Сначала же мы тестировали, и в фокусе были только те люди, у которых были симптомы. Но потом стало ядно, что, скажем, основной путь передачи-то идёт от бессимптомных людей или от тех, у кого симптомы нет в данный момент, когда они передают инфекцию, а может появиться только позднее. То есть получается как бы та же самая проблема, как достичь целевых групп. Только целевые группы разные, но суть получается та же. С другой стороны, очень важно, чтобы люди понимали, почему знали, хотели знать свой как ВИЧ-статус, так и ковид-статус, для того, чтобы, ну, соответственно, заботиться о своём здоровье и о здоровье близких, здоровье окружающих. Для нас, скажем, 30 лет тому назад, эти биоповеденческие исследования, или так называемые sentinel surveillance и так далее, это было довольно новое, и надо было искать, смотреть, как найти те группы, целевые группы, и начать именно среди них проводить, с одной стороны, диагностику, с другой стороны, профилактические мероприятия. Насчёт COVID-19, ведь на самом деле получается то же самое, что довольно тяжело найти тех людей, кто COVID-инфицированный, если у него нет симптомов, и он может передавать болезнь, даже сам не зная об этом. Но если будут какие-то меры, которые потом будут менять жизнь этих людей в более сложную жизнь, то они будут бояться или будут не заинтересованы знать свой статус. Например, если ВИЧ-инфицированным людям будет грозить какое-то, ну скажем, правовое преследование за как бы умышленное заражение другого человека, если он знает свой ВИЧ-статус, значит, ему, может быть, лучше его тогда не знать. А ведь с COVID-19 может быть то же самое. Если человек будет бояться, что ему придётся там две недели карантироваться, или, скажем, он может потерять работу, или потерять зарплату за те дни, когда должен будет быть, карантироваться, а у самого нет признаков болезни, то опять может пропасть мотивация обращаться к врачам. Иначе говоря, когда мы говорим о так называемом контакт-трейсинге или поиску тех людей, кто имел контакт, скажем, половой или наркотиков, в контакт с ВИЧ-инфицированным, а в плане COVID-19 вообще, кто имел какой-то наиболее тесный контакт или, скажем, на работе, или дома, или в той же больнице, тогда этот контакт-трейсинг становится ещё сложнее, но тем самым он особенно важен, чтобы как можно быстрее найти тех людей, кто был в контакте и кто мог заразиться, сам этого не зная. Тогда, я думаю, мы можем относительно сравнить ситуацию, что если один человек будет заботиться о своём здоровье и будет хотеть знать свой, особенно COVID-19 статус, а другой нет, то можно сравнить ситуации, вот скажем, в бассейне, где мы можем выделить отдельную дорожку для тех людей, кто, скажем, писается, скажем так, в тот же бассейн. Понятно, что таким образом только будет видимость, что мы всё делаем правильно, но если вся община, большинство людей не будет понимать и придерживаться тех именно месседжев, тех сообщений, которые мы говорим, что надо принимать, результата мы не достигнем. И тут давайте вспомним, когда опять-таки при ВИЧ-инфекции зачастую мы говорили, что не надо иметь там полового контакта, если ты ВИЧ-инфицирован, и не потреблять наркотиков и так далее, то при COVID-19 в начальной стадии, когда вирус стал распространяться в Китае, даже трудно было предположить, что мы в западном мире можем, скажем, так долго и так широко предпринимать карантинные мероприятия. С одной стороны, создаётся впечатление, что как бы забыли, что идея карантина и была в том, чтобы не иметь всплеск быстрый, всплеск новых тяжёлых случаев болезни, чтобы медицина была готова к принятию наплыва таких людей. И ведь на самом деле мы видим, что вначале были большие проблемы в Китае, в той же Италии, показывали в СМИ и в той же Москве, скажем, в определённый момент когда-то были большие проблемы, большие очереди машин скорой помощи, но это довольно быстро было решено. И когда уже было понятно, что коллапс медицины не происходит, когда люди были готовы и поняли, как надо себя вести, скажем, в Литве очень образованно люди стали носить медицинские маски и даже странно подглядывали на того человека, который шёл в супермаркет, скажем, без маски. Понятно, что это уже было время, когда мы уже готовы, и карантин, в принципе, такой широкий, такой большой, надо или вообще отменять, или умягчать. Так как защита от одной болезни, что бы не привела к распространению других болезней или других социальных проблем. И тут как бы я хочу сравнить, что всё-таки отношение к одной или другой проблеме может меняться от нашего мировоззрения, от того, как мы смотрим на одну или другую проблему. И понятно, что всё-таки зачастую так называемые public relations, может быть, желание что-то высказать в МИДе и так далее, особенно для тех, кто принимали решения, или политиков, или тому подобное, может быть, перевесило вот именно основную цель и подать информацию для целевой группы. Я думаю, вы согласитесь со мной, и те, кто занимался ВИЧ-инфекцией, и другие коллеги, что всё-таки, наверное, так много плохого качества научных исследований в другой отрасли медицины, как ВИЧ, не было. Точно так же сейчас очень много фальш какой-то сенсации и так далее идёт с ковидом, и недаром говорится, что инфодемия может принести, может быть, даже больше вреда, чем сам ковид-19. Ну и в заключении коротко можно ещё раз повторить, что всё-таки, что общего между ВИЧ и ковидом, всё-таки это животные вирусы перескочили в видовой барьер. Понятно, что никто не имеет иммунитета, что может заразиться чуть ли не все, кто столкнётся с нужной дозой для того, чтобы развилась болезнь вируса. И отрицание проблемы в начальной стадии, потом идёт какое-то осмысление и меняется, скажем, как бы и отношение к этой проблеме, и понимание то, что всё-таки обе инфекции для их решения важно подойти к тем группам людей, которые наиболее рискуют как в одной болезни, так и в другой болезни. С одной стороны, это влияет, имеет отношение к поведению людей. С другой стороны, понятно, что особенно при ковиде важна возрастная группа, сопутствующие болезни и так далее. И тут как бы мы заново изобретаем велосипед. Ведь ВИЧ-инфекция, с одной стороны, ничего нового нам не сказала, только напомнила, что с биологическим материалом любого пациента надо вести себя осторожно. Точно так же, как COVID-19 ещё раз напомнил, что методы контроля за инфекциями, особенно в лечебных учреждениях, надо не забывать, и чтобы они были предприняты вовремя и в полном объёме. Но иначе, если мы дадим возможность микроорганизмам, то они и будут распространяться. Ну и уже упомянул, что всё-таки ВИЧ изменил мир. Точно так же COVID-19 тоже меняет мир, и он будет меняться. И всё-таки, пока не будет найдена вакцина, мне думается, что мы не сможем вернуться к обычной жизни до COVID-19. Ну и последнее. Всё-таки очень важно, чтобы мы поняли, что только целевой ответ, общий ответ может дать нужный эффект. И если мы всё время будем уделять основное внимание только лечебной медицине, а превентивная медицина будет как бы на вторых планах и тому подобное, то мы постоянно будем опоздать и бежать за поездом. Другое дело, что зачастую люди становятся, особенно политики, умными после времени. Но главное ведь понять, что люди знали, когда принимали одни или другие решения. И тут мне думается, хороший пример ответа на COVID-19 в той же Швеции, когда сейчас все умные критиковать, что, мол, Швеция приняла неправильный подход и тому подобное. Но надо оценивать то, какие знания были об этой инфекции, когда шведы принимали определённые решения. Поэтому ещё раз спасибо за возможность пообщаться с вами и думать, что очень важно, что научные люди, что люди разных профессий, что мы могли бы как бы предлагать и обсуждать, что надо думать, с одной стороны, смотря назад, но особенно глядя в будущее и опираясь на сегодняшнее знание. И только вот этот тимбок, коллективные решения могут дать желаемый эффект для всеобщего здоровья. Тем более, что COVID ясно показывает, что одной группе людей, одной стране эту проблему не решить. Спасибо. Спасибо.